Тумсо, я надеюсь, ты понимаешь, что никаких союзов у нас с турками, арабами и остальными не будет, даже их ноги на Кавказе не будет. Для них ворота закрыты. Это высказывание такого кухонного эксперта. Вот ты сидишь на кухне, чай пьешь и такой, передайте им всем, что ничего с ними там не будет. Я видел тебе высокомерие, когда ты споришь с собеседниками. Я понял, что все мы люди и ты не можешь во всем мне нравиться. Мы не пророки. Я люблю тебя ради Аллаха, брат. Когда я веду какие-то публичные дебаты, дискуссии, споры, вообще любую деятельность, вот сейчас то, что я делаю, это кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Кто-то может в моей мимике увидеть какое-то высокомерие, презрение, а кто-то наоборот. Это в основном, знаете, это все зависит от внутреннего состояния человека. И когда мы изначально предвзяты к человеку, то что бы он ни сделал, любая причина, мы ее будем воспринимать как какой-то негатив. В этом нет ничего плохого. Я являюсь публичной личностью, я поэтому изначально готов к этому. Меня никак не огорчает, что кто-то что-то там как-то подумал. Ничего в этом нет страшного. Сегодня ты так подумал, завтра ты можешь свое мнение изменить. И даже если бы я сидел здесь и надувал шарики, просто надувал бы шарики, делал узлы и вот здесь вот показывал, и больше ничего не делал, не говорил бы ни слова, ни хорошего, ни плохого. Вот весь мой контент состоял бы из того, что я надуваю разные шарики. Были бы те, кто говорили, маша Аллах, как он красиво надувает эти шарики, посмотрите. И были бы те, кто говорили, посмотрите, как он это делает высокомерно, с каким видом он это делает. Понимаете, это так или иначе фон любой общественной деятельности. Поэтому меня это не огорчает. То, что тебе что-то показалось, и ты это так воспринял, ну, такое бывает. Я знаю себя. Я знаю свои проблемы. Я сам анализирую какие-то свои действия. По каким-то своим прослушивая или просматривая какие-то свои споры, дебаты, я тоже делаю какие-то выводы. Я считаю, что где-то что-то сказал неправильно. Мог бы сказать, это лучше, если бы я делал вот так и так далее. Я тоже над этим веду работу. И пытаюсь совершенствоваться каждый раз, как-то исправляться. А вы должны это просто оценивать. И если вам это нравится, вы можете об этом говорить, вы можете это не говорить. Если не нравится, так же вы можете говорить, можете об этом не говорить. В общем, в этом нет никаких проблем. Я на такие вещи не обижаюсь. Ваше общество, безусловно, цивилизованное, но цивилизации бывают разные. Чечня не принадлежит к европейской цивилизации. Вот, кстати, тоже интересная тема, на которую можно порассуждать. Я, наверное, соглашусь с тобой в том понимании, в сегодняшнем понимании европейской цивилизации, то, что вкладывают в это понимание. Наверное, действительно не является, здесь вы правы. Но Чечня и чеченцы не являются и азиатской цивилизацией. Это тоже факт. Поэтому мы, скорее, я скажу так, мы то оригинальное, мы та оригинальная европейская цивилизация. То, что сейчас вкладывают под европейскую цивилизацию, это крайний уклон в какие-то чрезмерно... Это даже и либерализмом-то не назовешь. Это очень... В общем, я думаю, что европейская цивилизация, то, к чему она сейчас пришла, то, что мы сейчас понимаем, это да, мы, наверное, и не хотим даже быть частью такой цивилизации. Однако, европейская цивилизация такой не была. И вот тем, кем она была, вот это вот вполне соответствовало тому, на чем мы сейчас. В этом плане я сейчас не беру религию, мы сейчас не об этом говорим, я сейчас больше беру, если убрать вот все религиозные вещи, еще до прихода ислама, до всего вот этого, да, мы были ли мы азиатской цивилизацией? Нет. Не были мы никогда. А были ли мы европейской? Да, были. Потому что наш уклад жизни, то, как мы жили, то, что у нас не было каких-то ханов, шманов, это полностью противопоставляет нас азиатской цивилизации. В этом смысле, я думаю, что мы как раз-таки и являемся такой, наверное, более европейской, более консервативной европейской цивилизацией мы являемся. И вот даже вот по Европе, я скажу, если вы посмотрите на страны Западной Европы и страны Восточной Европы, это разная Европа. И вот то, что сейчас вкладывают в термин европейская цивилизация, подразумевая западные страны, туда же входят номинально восточные европейские страны, но они ментально очень сильно противоречат этой цивилизации. Ментально, понимаете? А вот мы с ними более схожи в своей ментальности, неприемлемости некоторых вещей, к поддержке консервативных каких-то ценностей, типа семейных ценностей и так далее. В этом мы с ними более схожи. Поэтому 100% мы не азиатская цивилизация. Я считаю, что мы такое консервативное европейское общество, а вот новое европейское общество, назовем его либерально европейским, к нему мы, наверное, действительно не относимся. Том Сотки тут правильно сказал, что ханов и так далее у нас не было, и поэтому у нас на Кавказе не получится создать унитарные государства с народом, которые ментально ордынцам, где поклоняются имамам и ханам. Здесь не надо проводить параллель между ханом и имамом. У нас есть опыт. У нас был имамат, и это не ханство. Имам был избран. Это очень серьезно отличает нас от любой азиатской цивилизации. В азиатских странах ханы, короли и так далее, они не избираются. Они существуют как назначенные господом, считают себя, и передают власть по наследству. Это совершенно разные вещи. У нас имам Шамиль пришел как бы никем, и его избрали, понимаете? То есть это уже исламская цивилизация, это исламская практика, когда обладающие влиянием среди людей, а это уже демократические такие основы, понимаете, которые у нас пересекаются с исламом. То есть демократические основы, они очень схожи с исламскими, фактически идентичны. И вот когда народ избирает себе представителей, они же являются обладателями влияния, и уже эти обладатели влияния избирают себе имама, это не хан, это не тот человек, это человек, которого эти же обладатели, обладающие влиянием, в случае чего, с ним заменяют на другого, понимаете? Поэтому это тоже пример как раз таки европейской цивилизации, далеко не, если мы отойдем опять от религиозных тем, то это пример европейской цивилизации, не азиатской. Ислам, смотрите, нам надо понимать, что когда мы говорим про европейскую и азиатскую, мы здесь не упоминаем религии. Ислам, христианство, то есть это уже, ислам объемлет любые цивилизации, будь то азиатская, будь то европейская, африканская, любая, когда она начнет приводить свои дела в соответствии с исламом, то это уже будет не азиатская цивилизация там. Точнее она останется, наверное, азиатской, но она уже приведет свои дела в соответствии с исламом. Мы же, когда я говорю про вот эти цивилизации, европейскую и азиатскую, я здесь не говорю про религию, я здесь говорю чисто ментально, понимаете? Ну что, я надеюсь, ты понимаешь, что никаких союзов у нас с турками, арабами и остальными не будет. После того, как они ни разу нам не помогли в войне, даже их ноги на Кавказе не будет. Для них ворота закрыты. Ну это, знаешь, это высказывание такого кухонного эксперта. Вот ты сидишь на кухне, чай пьешь и такой, передайте им всем, что ничего с ними там не будет. Но ты пойми, что политика не так строится. Такого не бывает. Они там вчера что-то не сделали, поэтому... Эти европейские страны, они не просто там друг другу что-то не помогали, они друг друга здесь миллионами уничтожали. Ты понимаешь разницу? Сегодня это Европейский Союз, одно из самых мощных образований в этом мире. Поэтому, конечно, если у нас... Если нам это будет выгодно, то у нас будут и союзы, и иные какие-то партнерские отношения. И они должны быть. Политика не строится на обидах, там, мы не девочки, мы не... Я на нее обиделась, она там что-то не пришла мне помочь, и все, я теперь с ней не разговариваю. Это у женщин могут быть такие отношения. В политике между странами быть таких отношений не может. Все должно быть по-взрослому. Субтитры создавал DimaTorzok